После того, как 11 апреля был арестован знаменитый инициатор портала Викиликс Джулиан Асанс, последовал удар Викиликса по своим врагам, которые хотят закатать Асанса в американскую тюрьму на 170 лет. Этот удар оказался неожиданным, но точным. США обвинили в том, что они мистификаторы и лжецы. Была предоставлена убедительная информация о том, что американцы сфальсифицировали свои полеты на Луну в конце 1960-х годов. Эта авторитетная информация заставила и меня пересмотреть свои взгляды на американскую лунную программу. Тем более, что занимаясь подготовкой к проведению антигравитационного эксперимента на МКС, я выяснил, как быстрее всего можно было осуществить это мероприятие, которое даже аферой нельзя назвать. Это быстрее всего была специальная операция США по дезинформации противника, то есть СССР, а в конечном итоге и всего человечества. В эту дезинформацию я не верил до самого последнего времени, так как в своё время знал о существовании реальной советской лунной программы и даже, находясь на практике в Королёве, забрался на сам лунник. Ещё летом 1965 года. Так вот, теперь мне ясно, как можно было смоделировать осуществление американской лунной программы при помощи беспилотных космических аппаратов и вообще космической техники, значительно уступавшей тогда советской технике. Эта спецоперация так вдохновила тогда американцев, что они взяли на вооружение фальсификации, которые в своё время привели и к развалу СССР, а также к торжеству нынешнего фейкового мира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...